В средней школе номер 26 памятная акция «Бессмертный полк» объединила учеников начальной школы и восьмых классов. Позже к акции присоединятся и другие школьники. Для каждого из них важно сохранить память о предках, чьи подвиги подарили нам мирное небо в 45-м году. В каждой семье российской есть свой герой. Мы считаем очень важна суть этой акции. И каждый ученик сегодня пришел с историей о своем герое, с портретом, рассказать на разговорах о важном и пройти «Бессмертный полк». Также мы принимаем участие в акции «Окна победы» и «Вальс победы». Мальчишки и девчонки в парадной форме с тройным маршем прошлись по школьным коридорам с фотографиями своих дедушек и бабушек в руках. Гимн России спели хором. Почтили минуты молчания, память великих героев и солдат, погибших в военных действиях разных лет. У тех, кто постарше, на глазах проступили слезы. В самую душу попали стихи о войне. После школьной акции «Бессмертный полк» ребятам напомнили о дне победы на уроке «Разговоры о важном». Цель какая «Разговоры о важном»? Мы прививаем любовь к своей родине, мы говорим о таких ценностях, как долг, служение родине, преемственность поколений, чтобы дети не забывали о своих близких, родных, особенно о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Вот именно этой теме у нас очень много уже проходило таких занятий. Во время разговоров о важном школьники поведали о своих дедушках и бабушках, об их жизни, о подвигах на фронте и в тылу. Отдельный доклад посвятили истории «Бессмертного полка». Впервые эту акцию провели в 2011 году в Томске по инициативе журналистов Сергея Лапенкова, Сергея Клотовкина и Игоря Дмитриева. Самое первое его упоминание было в 1965 году, когда люди вышли на площадь почтить память о убитых на войне. Позже, в 1981 году, матери в Черном одеянии вышли на площадь почтить память о своих умерших детей. А в 1985 году, 9 мая, День Победы уже укоренился в народ, и они стали очень часто ходить на парады. Несмотря на то, что массового шествия «Бессмертный полк» в этом году не будет, присоединиться к нему и почтить память погибших воинов может каждый. Для этого нужно наклеить портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бабушек и дедушек на окна своих автомобилей. Распечатать портреты бесплатно можно в любом отделении МФЦ до 9 мая включительно. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ